Дорогие коллеги, это очередной выпуск наиболее значимых новостей о законодательстве в природоохранной сфере. И я, Наталья Стенина, руководитель экологической группы Пепеляев Групп, готова поделиться с вами заслуживающими внимания событиями за последние две недели. И сегодня мы поговорим о получении разрешения на временные выбросы, об обязанностях недропользователей заботиться о сохранении объектов растительного и животного мира, о сроках рассмотрения проекта рестовосстановления, о разъяснениях Минприроды по поводу разработки программ экологического контроля и стандартизации продуктов производства и о процессе получения КЭР. Итак, попробуем во всем этом вместе разобраться. Итак, новость номер один. Опубликованы изменения в правила выдачи разрешения на временные выбросы в соответствии с новыми правилами. Заявление на получение разрешения на временные выбросы можно будет теперь подать только в электронном виде через портал Госуслуг. И вообще в электронном виде будет осуществляться все взаимодействие между, соответственно, территориальным органом Росприводнадзора и заявителем. Ну вот, в качестве примера даже само разрешение на временные выбросы выдаваться больше не будет и будут предоставляться только сведения о нем в форме выписки с QR-кодом. Изменения также внесены в сроки рассмотрения выдачи разрешения на временные выбросы. Так, срок рассмотрения заявки на получение сокращен с 75 до 30 рабочих дней. На продление с 15 до 9 рабочих дней. И на переоформление разрешения срок не будет превышать 9 рабочих дней. Сейчас такой срок не установлен. За три месяца до истечения срока действия разрешения Росприводнадзор должен будет направить заявителю соответствующее уведомление. Ну, понятно, что эти изменения должны оптимизировать взаимодействие с Росприводнадзором, переводят его в цифровой электронный формат в части получения продления и переоформления разрешения на временные выбросы. Ну, эти изменения заработают только в следующем году, с 1 сентября 2024 года. Еще одна новость из сферы недропользования. Майя этого года я уже рассказывала о законе от 28 апреля этого года, номер 146 ФЗН, в котором были внесены изменения в 8 и 22 статьи закона о недрах. Эти изменения, как я уже говорила, возлагают на недропользователя обязанность заботиться о сохранении объектов растительного и животного мира. При этом конкретные мероприятия, которые необходимо выполнять недропользователю, зависит от нескольких факторов. Во-первых, от вида пользования недрами, также от вида добываемых полезных ископаемых и от стадии проведения геолого-разведочных и добычных работ. Так вот, 11 сентября вступил в силу приказ Минприроды в развитии этих положений. В этом случае был утвержден примерный перечень мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Этот примерный перечень мероприятий разделен на три группы. Первая группа – это мероприятия по защите объектов растительности. Но они включают такие мероприятия, как, например, огораживание территорией произрастания и пересадка, удаление в пределах горного отвода чужеродных объектов растительного мира, восстановление водной растительности, наблюдение за объектами растительного мира. Вторая группа – это мероприятия по охране объектов животного мира, среди которых, например, есть такие, как сохранение жизнеспособных деревьев с дуплами, развешивание искусственных гнездовий, строительство гнездовых платформ, ну и так далее. Третья группа – это мероприятия по охране мест обитания объектов растительного и животного мира. Ну и к ним, например, относятся исключение проезда транспорта вне транспортных путей определенных пользователям недр, размещение грунта, строительных материалов только на специально оборудованных площадках и так далее. Здесь надо отметить, что перечень всех этих мероприятий не предусматривает все-таки, должен ли недропользователь в обязательном порядке выполнять все содержащиеся в этом перечне мероприятия или может самостоятельно выбрать какие-то некоторые из этих мероприятий, которые применимы к данному проекту. Ну, соответственно, создает некоторую правую неопределенность. И, конечно же, риск того, что Росправеднадзор может счесть, что недропользователь не выполняет необходимых мероприятий по сохранению растительного и животного мира. Ну, поэтому, вероятно, нам следует ожидать некоторых разъяснений у полномочных органов по этому вопросу. Ну, а пока, разумеется, действующим и потенциальным недропользователям важно ознакомиться с полным текстом этого нормативного акта, ну, чтобы скорректировать свою деятельность под вступившие в силу изменений. Еще одна важная новость из сферы лесопользования. 17 сентября этого года сокращен срок рассмотрения проекта лесовосстановления. Как мы помним, приказом Минприроды от 29 декабря 2021 года номер 1024 утверждены состав и порядок согласования проекта лесовосстановления и основания для отказа его согласования. В этот документ внесены изменения приказом от 3 августа этого года номер 484. До внесения изменений, напомню, срок рассмотрения проекта лесовосстановления составлял 15 рабочих дней. Теперь этот срок сокращен до 5 рабочих дней. В течение этого срока Рослесхоз и органы местного самоуправления должны направить заявителю решение о согласовании проекта лесовосстановления или обоснованный отказ в его согласовании. Приказ действует до 1 сентября 2028 года. Стоит ли напоминать о том, что проект лесовосстановления это такой обязательный документ, который регламентирует проведение лесовосстановительных мероприятий. И может быть только напомню о том, что уполномоченные органы, которые не оказали государственную услугу в срок, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 563 КОАП. Еще одна новость, которая показалась мне интересной. Минприроды дало разъяснение по вопросу разработки программы экологического контроля и стандартизации продуктов производства. Здесь я приведу письмо Минприрода 15 августа 2023 года. Как разъяснило ведомство, законодательство не предусматривает разработку и утверждение программы производственного экологического контроля в отношении объектов 4 категории НВОЗ. На таких объектах можно вести только деятельность, которая оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду, поэтому ПЭК в отношении таких объектов не осуществляется. Министерство также отметило, что побочные продукты производства должны соответствовать тех документации, содержащие описание технологического процесса производства основного продукта. В письменной природе указывает, в частности, что возможно сделать указание при производстве какой продукции получен такой побочный продукт. Например, побочный продукт производства мебели и наименование самого вида побочной продукции. Например, стружка и древесная. Почему это важно? Закон у нас не предъявляет требования к стандартизации побочных продуктов производства, если они используются в том же или другом производственном процессе без передачи иным лицам. В случае же передачи иным лицам такая побочная продукция производства должна быть стандартизирована в установленном порядке. И поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с этим письмом Минприроды 15 августа. Оно действительно не безинтересно. Еще одна любопытная новость. Вице-премьер Виктория Абрамченко предупредила о том, что отсрочек получения КР больше не будет. Напомню только, что закон обязывает получать КР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые используют в своей деятельности объекты НВОЗ первой категории, правительством был утвержден список из 300 крупнейших предприятий загрязнителей, вклад которых в суммарные сбросы составляет не менее 60% по всей России. И эти предприятия используют объекты НВОЗ первой категории, соответственно, они должны получить КР. Изначально дедлайн для подачи заявки на выдачу КР был установлен 31 декабря 2022 года, потом правительство сдвинуло эти сроки на 2 года до 31 декабря 2024 года, ну и, соответственно, 300 крупнейших наших загрязнителей получили отсрочку исполнения этой обязанности. Все остальные лица, которые осуществляют хозяйственную деятельность на объектах, относящихся к области применения лучших доступных технологий, должны получить КР до 1 января 2025 года. Ну вот, по словам Абрамченко, на сегодняшний день в России насчитывается около 6 тысяч предприятий, которые должны получить КР, но в период с 1 января 2019 по сегодняшний день в РПН было подано только 373 заявки, а всего орган выдал 263 КР. Ну, вице-премьер в связи с этим сообщила, что предоставление бизнесу очередной отсрочки не обсуждается, что, наверное, важно принять во внимание. Тоже просто напомню о том, что для подготовки КР требуется провести оценку соответствия достигнутого предприятием уровня экологической ресурсной эффективности установленным требованием. Если такое соответствие еще не достигнуто, тогда предприятие должно разработать программу по повышению экологической эффективности. Ну, также напомню только собственника объектов НВОС первой категории, что статья 847 КОАП предусматривает административную ответственность для должностных лиц и организаций за осуществление хозяйственной деятельности без КР. Штраф там может достигать 100 тысяч рублей. Ну и предполагаем, что в случае сохранения такой тенденции законодатель может и пересмотреть размер ответственности в сторону ее ужесточения и увеличения штрафов. Ну, соответственно, всем лицам, которым необходимо получить КР, вероятно, стоит задуматься об этом с учетом заканчивающихся сроков для выполнения этих мероприятий. Дорогие коллеги, а на этом у меня все. Большое спасибо за ваше внимание и увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!